В Самарском дворце ветеранов новогоднюю елку убирают после Старого Нового Года. Винтажная красавица целый месяц приносила радость и дарила праздничное настроение. Пришло время спрятать игрушки, фонарики и мишуру до следующего Нового Года. После праздников елка дворца ветеранов всегда обретает вторую жизнь. Вариантов использования масса, рассказывает заместитель директора Галина Голушкова. Наши сотрудники, у которых есть приусадебные участки, дачные хозяйства, распиливают елочку, забирают ее к себе домой. Иголки, которые собирают света, покладываются под клубнику для того, чтобы ягодки клубники, когда созреют, были чистыми. Часть ствола будет распилена на маленькие-маленькие дощечки и будет использоваться в мастер-классах, которые проводятся у нас в Дворце ветеранов. Анатолий Китаев, начальник административно-хозяйственного отдела Дворца ветеранов, использует сосновые ветки в качестве удобрения для растений на своем огороде. Я всегда, каждый Новый год, спиливаю все ветки. У меня удробилка есть. И через нее пропускаю. И потом голубика растет. А голубики надо только сосновые иголки. Почву специальную. И посыпаю внизу. Вот и все. А ствол я в бане сжгу. Разбирать елку надо очень аккуратно. На высохших иголках игрушки плохо держатся. Однако, по народной примете, если в момент разбора елки разбивается игрушка, надо загадать желание. Оно обязательно сбудется в наступившем году. Макушку рекомендуют снимать последний. Новогодняя елка – языческий символ. Существует поверье, согласно которому к 18 января, в канун одного из главных православных праздников – крещения, новогодних убранств в доме быть не должно. Поэтому мы выбрали самое удачное время, чтобы разобрать елку. К тому же, она уже всем своим видом показывает о том, что пора проститься с прошлогодней энергетикой. Прежде чем вынести елку, ее следует обмотать пленкой или тканью, чтобы не намусорить в помещении. Следуя правилам хорошего тона, осыпавшиеся в подъезде иголки лучше убрать. Вместо мусорных контейнеров, куда горожане чаще всего несут елки, новогодние деревья можно отнести в приют для животных или в зоопарк. Там для елки обязательно найдут применение. Ну вот, если вы видите, у нас на заднем фоне стоят елки. Мы выкладываем объявления, нам бывает люди приносят елки и привозят те, которые не продали. Мы их выставляем к животным. Вот вы видели, у ламы стоят, у верблюда, у оленей и у дикобразов. Они их кушают. Те, которые они не доели, мы потом их убираем, они высыхают. И мы потом, у нас есть дробилка, и мы перерабатываем их в щепу, а потом уже используем для подложки. Но прежде чем отдавать елку в пользование животным, следует убедиться, что на дереве не осталось мишуры, веревок, скотча и другого несъедобного мусора. Галина Топилина, Николай Сидоров. События.